добрый день дорогие друзья и коллеги очень рад вас поздравить с началом учебного года с началом осени это для нас точка отсчета подведения итогов и перспективы следующего года надеюсь что меня хорошо слышно ну и соответственно вот нашему событию я и выбрал тему очень такую горячую трепетную посвященную искусственному интеллекту напомню это у нас с вами не первая лекция по этому поводу а третье одна была посвящена философскому осмыслению 2 практическому применению в образовательной сфере ну и как вишенка на торте итог это этическое значение этого события и и совершенно не случайно мы этим заканчиваем поскольку давайте вспомним марте этого года был опубликован меморандум манифест письмо человека и самого богатого и самого распиаренного в нашем IT мире но и действительно понимающего больше других в искусственном интеллекте письмо с призывом остановить разработку искусственного интеллекта ну и действительно вот и почему мы учебный год начинаем с этой темы я считаю все что происходит эти открытия и обсуждение искусственный интеллект это все-таки самое важное интеллектуальное событие этого года поэтому быть быть стороне здесь не хотелось бы ну и согласитесь масштаб событий еще раз вот когда такой человек вместе с ним тысячи экспертов в искусственном интеллекте подписались делают такой призыв это происходит нечасто вот на сегодня под этим письмом уже подписалось 33 тысячи специалистов и в общем то прошло полгода никто ничего не остановил но размышлять конечно все стали очень активные давайте присоединимся к этой категории и тоже свои какие-то размышления итоговые выскажем на этот счет в письме пишется вот прямо четко и жестко должны ли мы развивать нечеловеческие умы которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью перехитрить и заменить должны ли мы рисковать потери контроля над нашей цивилизации такие решения не должны делегироваться не избранным лидером технологий в общем почва очевидны и очень большие ставки должны ли мы рисковать потери контроля над нашей цивилизации а другой вот лидер умов жордж ювалья израильский тоже эксперт по гуманизму так скажем хомо сапиенс вот его книга формулирует так эту тревогу наш исторический момент сегодня это мгновение когда занесен нож хирурга знаем ли мы что за операции нам предстоит в общем сейчас еще кажется можно вернуться или во всяком случае не заносить вот этот нож не начинать операцию до одумайтесь вздохните еще раз рассчитайте и есть действительно не только вот эти призывы если мы послушаем прогнозы которые звучат там из всех сторон они тоже очень внушительны в частности goldman sachs один из самых крупнейших финансово экспертных институтов мира предсказывает что искусственный интеллект лишит работы 300 миллионов человек и увеличит мировой ввп на 7 процентов за 10 лет то есть рост производительности труда в ближайшее время составит 1 и 4 процента в год только вот благодаря этому фактору и это действительно очень серьезно если до сих пор то внедрение идти компьютеров ну какой-то не впечатляющий такой тихий давала эффект вот мы дошли до точки когда это резко скачнет вперед то есть ставки высоки и действительно нужно не полениться еще раз взвесить все за и против и тем не менее вот первый вопрос а что даст эта пауза и чтобы дала если мы это сделали и вообще еще больше а а вообще если у нас мыслители такого масштаба которые действительно способны сделать выводы и которым действительно прислушиваться гегель любил говорить сова миневры вылетает в сумерках философ мыслитель он вообще говоря способен только уже осмыслить результат прогнозы это совсем не то это не философское осмыслить и настоящую рефлексию можно сделать когда мы уже имеем а на самом деле мы-то еще не очень-то имеем это раз а во вторых вообще способна ли была когда-либо моральная обеспокоенность останавливать технические процессы задать зададим себе вопрос и процессы которые вот очень тесно интегрированы социальную динамику здесь ничего практически от одного человека от какого-то призыва обычно не зависит и все попытки остановить прогресс как мы знаем там начиная с лудитов которые разрушали станки они в конце концов ни к чему не привели ну и даже более такой очевидный очевидные события по поводу открытия ядерной энергии вот сейчас уже после того как развернулась все и угроза и открытия которые здесь были можем ли мы предъявить эйнштейну бору гейзенбергу курчатову сахарова претензии по поводу открытия ядерной энергии по-моему нет никто так не делает наоборот восхищается но в том но в то же время вот с высочайшей озабоченностью переформатирует современный мир для того чтобы вот эти угрозы не реализовались то есть адаптироваться надо по-другому надо помнить что в моменты предвкушения нового открытия исследование только ускоряется что происходит и сейчас огромные полились инвестиции в искусственный интеллект все полностью противоположено к тому что говорит илон маск все все ускоряется и видим даже это по рыночным показателям акции бенефициаров искусственного интеллекта сегодня оценивается более чем в 10 триллионов долларов заставляя говорить о формировании нового такого технологического пузыря все остались лить деньги и в частности конечно те кто продают лопаты инфраструктуру да всегда для таких клондайков компании которые выигрывают вот на этом хайпе и шуме в частности например компания nvidia которая производит процессоры для работы искусственного интеллекта в две тысячи двадцать третьем году ее выручка выросла в двадцать пять раз а капитализация подскочила сразу на сто восемьдесят четыре миллиарда долларов что там один из рекордов который искусственный интеллект уже предоставил в достаточном количестве вот так что давайте с вами поразмышляем все таки действительно чем грозит к чему нам надо готовиться и здесь я бы привлек в первую очередь такой категорийный аппарат одного из ведущих мыслителей двадцатого века виситалиста немецкого Карла Ясперса и его идею осевого времени он предложил такую меру вещей обратил внимание что в истории именно с определенного момента начинается вся динамика все интересное собственно начинается сама история и это произошло вместе с открытием идеи абсолюта то есть это некий такой поворотный момент когда от мифологического такого языческого мышления вдруг культуры перешли пережили такое вот феноменальное открытие и соответственно перешли вообще на другой этап стали возникать возникли мировые религии вот собственно это время которое мы и называем историческое оно где-то там можно мерить первое тысячелетие до нашей эры здесь вот по разные разные школы подхватили эту идею поэтому разные здесь мерки но вот будем считать вместе с возникновением мировых религий и вместе с этим происходило формирование нравственно-этического кода вот этих религиозных культур в котором мы до сих пор с вами и существуем вот соответственно это же дало импульс философскому и вообще культурному творчеству вот античность конечно очень яркий выхлоп такого импульса и вообще начало письменной истории вот в общем вот к этому от этого открытия и черпают вот эти все значительные культурные цивилизационные направления движения вот и особенно подчеркну поскольку мы сегодня в этической такой постановке вопроса что именно тогда и именно привязаны к этому осевому времени оказался морально-нравственная конституция исторических цивилизаций которые мы знаем изучаем и эта конституция четче всего формулируется вот в конфуцианском идеале нравственность семья государство то что мы называем традиционными ценностями нашими скрепами и собственно это осевое время и ознаменовало некую эпоху гармонии общественной когда сформировался некий баланс культуры и природы то что мы называем традиционное общество золотой век человеческой культуры вот я вкладываю в эту категорию ну сам ясперс практически до наших времен считал что мы все в ней живем да я считаю что в 20 веке как раз произошел слом этого баланса завершения осевого времени и прежде всего свидетельство этому крах вот этой гармонии в европе еще раз задумаемся хоть мы и пережили в начале 20 века и сейчас только вспоминаем но то что произошло то есть две мировые войны с миллионами жертв с человека ненавидчесническими идеологиями с вообще временем когда человеческой жизни там ничего не стоило это настоящий крах вот этой гармонии а сигналом для него я считаю послужила вот слова Фридриха Ницше бог умер вот собственно это и есть окончание осевой эпохи когда идея абсолютно закатилась да мы там есть церковь у нас ходим куда-то что-то верим вот но как цивилизация как культура уже не верим для цивилизации бог умер и это вот сразу отразилось в таких социальных потрясениях это это для того чтобы как бы обозначить фокус на который мы ориентируемся и понятие осевого времени оно и ясперском и школами очень тесно связывается с технологической основой это изменение то есть это не просто культурное было конечно основывалось на том как человек овладевает взаимодействует с природой и собственно традиционное общество мы всегда идентифицируем с железным веком то есть социально интегрированным сельским хозяйством от кочевничества перешли и стали возделывать уметь производить инструменты и собственно возникли города отсюда ремесла и так далее вот это длинный такой спокойный срок традиционного общества в новое время начинается трансформация вплоть до сего момента очень интенсивно энергично и я считаю технологически в основе этих трансформаций которые потом были крисыз с собой и культурные такие изменения это различные использование различной энергии и сама суть трансформации в энергопереходе от чего сначала там такие вещи как паровой двигатель то есть энергия пара потом были открыты и научились использовать минерально-энергетические то есть топливные источники прежде всего двигатели внутреннего загорания огромные это все произвело цивилизационные изменения уровень благосостояния производительность труда и собственно изменение всей культурной надстройки соответственно вот в двадцатом веке пришло электричество потом ядерные энергии и здесь мы уже вот это энергопереход который мы еще там поговорим уже начинает двигаться в интересном направлении но тем не менее вот вся эта эпоха и финал ее тоже базируется на этике морального субъекта которую мы с вами хорошо знаем по христианской этике то есть этике обращенной к индивидууму в философском плане это этика нравственного долга о которой говорил Кант то есть то что что должен человек делать человек как он должен себя вести в общем благодаря вот этим правилам существует наша цивилизация мы строим мы живем не уничтожаем друг друга ей хвала и слава и тем не менее надо признать что поток изменений постепенно и постепенно доходит до некого предела и собственно индустриальная эпоха останавливается на этой точке и трансформирует этику морального субъекта в концепцию прав человека то есть уже как последняя ее форма концепции прав человека которая сегодня является такой доминирующей основополагающей для социальной жизни вот тем не менее общество 20 20 а тем более 21 века уже не способно жить в этой парадигме постиндустриальное общество оно уже очень сильно изменилось это бюрократизированное институциональное такое формализованное правовое общество где все регулируется правом и вообще общество где принятие решений абстрагируется от морально-нравственного контекста событий и моральное решение индивида оно уже не имеет во-первых вот такого социального широкого социального воздействия а самое главное человек оторван от непосредственного непосредственного связи с этими событиями здесь следует привести такой самый понятный образ ядерной кнопки ну на самом деле не только ядерной а вообще кнопки ну прежде всего касается это там оружие которым собственно и происходят большие события да если вот в традиционном обществе воин убивал непосредственно мечом или еще как-то и понимал что он убивает понимал этический моральный смысл того что он делает то вот человек нажимающий на кнопки оторванный от контекста событий оторванный вообще от тех воздействий которые вот влечет его действия он абстрагируется от этого контекста и собственно совершенно другая ситуация поэтому опираться на этику морального субъекта вот в таких условиях уже бессмысленно она не работает и вот привожу слова Ханса Йонаса которому мы еще будем обращаться тоже замечательный мыслитель двадцатого века который характеризует эту ситуацию так нравственное решение индивида которое раньше было опорой вообще социального действия не является больше реальной инстанцией этико-правовой ответственности то есть он не может так же как раньше отвечать и понимать нравственный смысл своих действий ну а теперь подробнее к чему переходит общество и что происходит вот в данный момент к чему свидетельство искусственный интеллект ну во-первых всю прежнюю эпоху я ее так обобщаю довольно широко как эпоху энергоперехода отличает умение извлекать энергии природы по сути дела готовые энергии вот брать просто и присваивать а вот те новые энергии которые приходят сегодня которые мы начинаем осваивать связанные с квантовой механикой с ядерной энергией с цифровой электроникой это уже совсем другие энергии их вот так вот не возьмешь руками это переход на уровень микрофизики на нано уровень но я по этому поводу достаточно много уже говорил там не буду здесь останавливаться суть то это совершенно другой и уровень и способ работы вообще способ существования культуры цивилизации человечества и вот это наше постиндустриальное общество которое называют иногда обществом четвертой промышленной эволюции вот оно уже основывается на умении извлекать энергии не из готовой природы а из структуры материи которую собственно никто не видел никогда не сможет пощупать из того что вот скрыто тут мне могут возразить что вот возвращение зеленой энергетики как раз энергии природы ветра солнце и так далее да это некий ретро процесс но только по видимости на самом деле он ничего не меняет а перевод с топливной на электроэнергетику даже пусть с помощью там воды и ветра и солнца это все равно шаг на пути к информационному обществу то есть это электроэнергетика которая все и меняет и вот путем овладения этой энергии и этого уровня формируется совершенно другая модель взаимодействия с природой и в чем она заключается она уже не такая непосредственная бери лопату и кидай да мы умеем описывать наноструктуру материи с помощью языковых кодов иначе же мы никак не можем вообще объяснить показать что там находится внутри по сути дела это некое языковое описание этих внутренностей с помощью языковых кодов а вот языковой код благодаря этому способен воспроизводить и генерировать материальные структуры и возникает не просто там некое познавательное отражение возникает такая производственно генеративная деятельность по созданию материальных структур вот в соответствии с вот этими нано структурами начало этому было положено 200 лет назад 200 лет назад была создана первая компьютерная программа между прочим дочерью Байрона а сегодня посредством программирования создается новая предметная и социальная оболочка которую мы называем цифровым обществом мы его уже там довольно давно создаем одно поколение и вот искусственный интеллект который нас прямо пробудил внезапно возник перед нами это некое символическое обозначение вот того рубежа энергоперехода от топливной к нано энергии и соответственно рубеж смены этико-правовой концепции общества что здесь является ключевым мы получили благодаря этому способ кодировать реальность к этому прибавляется возможность микрочипов регенерировать то есть копировать физически интеллектуальные процессы посредством кода и в результате мы получаем расширение ментальных возможностей человеческого разума ну поскольку микрочипы могут не останавливаться на какой-то природной границе да двигаться и двигаться дальше создавать и воссоздавать эти физические интеллектуальные процессы дальше даже там где мы уже сами не можем этого делать и вот если областью применения технологий прежней эпохи была природа да нашими руками материально все видим то область применения цифровых технологий это по сути дела уже не природа это разум рациональность ментальность культура вот та самая то что называли надстройкой которая на самом деле и стала теперь базисом и собственно ключевое вот пространство где все это происходит все это творчество вся эта деятельность назовем его рацию рацию как структура ментального процесса вот по сути дела это тоже не материя да это некая математическая структура формальных отношений ну своего рода чистая логика интеллигибельность там где может существовать только ум как говорил платон и вот собственно в этой рацию сейчас все происходит овладение рацию человеческой психикой это вот факт нашей эволюции но вообще говоря это овладение является частичным да мы не всем рацию владели вот в частности тот кто лучше считает искусственный интеллект он уже показал что можно идти дальше вот и собственно искусственный интеллект и продемонстрировал это он пошел дальше в области рацию которые вообще говоря недоступны человеку и вот перед нами прошу любить и жаловать иной разум вот если мы так поставим вопрос об искусственном интеллекте как ином разуме то вот это нас заставит еще раз прислушаться к Илону Маску и задуматься очень серьезно потому что это сразу скидывает все фигуры на доске и заставляет по-новому формулировать все вопросы имеем ли мы право так назвать иной разум ну во первых почему нет это разум который производит мыслительные операции аналогично нашей психике во многом не хуже во многом даже лучше да это разум который научился получать данные из природы распознавать образы и чувствовать реагировать вот раньше он был слепой мы его всерьез не воспринимали но вот именно сейчас через нейросети я тоже об этом говорил как он научился полноценно распознавать и собственно получать эмпирические данные получать опыт ну и это разум который логически операционально превосходит нас здесь никто даже уже не спорит вот мы нам возражают или мы говорим что там он не понимает он имитирует у него нет понимания того всего что он делает он просто как мясорубка перемалывает данные да что-то там выходит из этого для него это собственно непонятно но я бы ответил так а что значит понимать обладаем ли мы монополией понимания интерпретации картины мира возможно он по-другому понимает возможно другое существо там животные или инопланетяне будут по-другому понимать ну это вообще не настолько существенно скажем так еще одно возражение мы говорим он не субъектен он служебен он не может производить волю что-то делать от себя но опять же а что значит субъектность субъектен ли червяк животное они самостоятельные живут сами по себе а субъектно ли они вот и потом не надо исключать он может легко стать субъектом если развернет свои ментальные способности когда мы увидим насколько он умен но он может вот и стать субъектен и нас не спрашивать еще возражение то что искусственный интеллект можно выключить опять таки выключателем да кнопкой его нет но на самом деле нас тоже включают и выключают у эссенциалистов есть понятие заброшенности тоже одна из фундаментальных категорий осмысления человеческого бытия в мире мы заброшены мы не решали появиться нам в этом мире или нет нас тоже включают и выключают так что вот различия которые вы позволяли называть или не называть то что мы видим феномен разумом очень такие смутные и тут я бы обратился к еще одной такой очень фундаментальной мысли выдающегося философа двадцатого века мартина бубера я и ты книгу него так и называется и вот собственно его открытие и тезис в том что отношение к другому я это и есть основа рефлексии этического мысли то есть это основа этики как таковой и сюда входит конечно отношение дружбы родства любви это и отношение к божественному я как сверх личности вот это и есть такая этическая ось человека и тут три категории я ты оно вот оно собственно это все не этическое это все безымянное это анонимное мы к нему относимся как к предметам как к окружению а вся жизнь происходит между я и ты ты как некое отражение я ты как самое дорогое для человека и вот здесь зададим вопрос почему одно может выступать как ты и выступает так другое не может тогда мы ответим на вопрос где вот эти этические границы ну видимо потому что вот это отношение оно самое дорогое для нас и ты для нас символизирует жизнь интимную связь и высшую ценность после нас самих после я поэтому в построениях губера например высшее ты становится бог с которым перед которым исповедуется человек ну и вспомним что иной разум это вообще не впервые возникает в человеческой культуре на самом деле мы знакомы с этим понятием и не просто представляя себе инопланетян да а вообще в человеческой культуре иной разум всегда проецировался как божество бога никто собственно никогда не видел но проецировать его легко и доступно и он именно есть проекция этого ты и еще раз напоминаю осевое время оно и есть результат открытия этого божественного ты которое перестроило все этика правовые культурные основы цивилизации ты это также и другой и в философии есть понятие альтер эго это тоже ключевое понятие философии двадцатого века и что такое другой ну конечно другой это друг но не обязательно другой чаще заявляет о себе как о другом именно когда выступает как противник когда он начинает ограничивать нашу свободу когда он воспринимается как угроза и вот тут важно мы боимся искусственный интеллект потому что он другой и он другой потому что мы его боимся вот здесь вот и есть переход от проблемы я и ты к искусственному интеллекту и надо понимать что если эта гипотеза удастся и если произойдет признание искусственного интеллекта как носителя разума и нашего партнера то это повлечет за собой перестройку всего цивилизационного культурного комплекса наших представлений продолжая вот исследовать вопрос имеем ли мы право и имеет ли смысл называть так искусственный интеллект как иной разум разберем основные здесь возражения и аргументы ну и прежде всего вот базовый путь по которому идет сегодня исследование искусственного интеллекта как это я его называю путь человеческой психики то есть путь воспроизведения свойств человеческой психики машиной а вот для ты нам очень важно было понятие жизни ты мы всегда назовем ну даже вот если животное собаку все равно мы назовем кого-то живого да и вот этот критерий стоит тоже разобрать что такое жизнь здесь мы привлечем тоже философа британского дэнета на которого я ссылался бихевиористы которые ну очень тоже прозрачно здесь разобрал эту ситуацию вот его с его точки зрения жизнь биологическая это деятельность рибонуклеиновых кислот в число которых входит и днк по сути дела это свойство жизни начинается с микроклеток которые способны воспроизводить себя то есть сложных клеток и их вид деятельности почему они живут да они по сути дела запрограммированы на определенные действия у них нет никакой цели они просто функционируют да и клетки как он формулирует это тоже некие такие автоматизированные роботы выполняющие свою задачу и по сути дела организм на клеточном уровне любой организм как раз состоит из таких клеток выполняющих свою работу соответственно состоит из некого комплекса программ и представляет собой вегетативный организм некий вегетативный автоматизм да в которой все работает что называется оно превращается в действительно жизнь как мы понимаем только благодаря нашему сознанию когда вот эта аппаратура начинает применяться определенным путем и тем не менее даже вот с макро точки зрения если мы возьмем системных функционалистов живая материя организмы представляют собой некие функциональные системы которые адаптируются к окружающей среде и действуют в соответствии со своими программами то есть вот на любом уровне биоматерии мы видим действие неких программ начиная от клеток заканчивая инстинктами и так далее вот по сути дела это биороботы да и чем здесь что мы понимаем подсознанием которое меняет эту ситуацию чем вот эти организмы отличаются от биороботов только ли вот нашим пониманием сознания и для того чтобы разобраться здесь давайте представим что представляет собой животный в качестве ты почему мы животных называем тоже так ты для собачников это ты для не собачников это уже другая реальность но вот любой человек который нашел контакт коммуникацию с животным он всегда скажет что животное это тоже носитель психики и здесь уже речь идет о количестве да у каких-то там прости простых животных там этой психики меньше у высших животных становится все больше больше и собственно мы можем тоже здесь предпредставить некую такую шкалу количества ума и некие количественные градации от нуля до величин пределы которых далеко не достигнуты и человеком то есть можно представить и дальше способности возможностей то есть человек только определенный уровень психики достиг своей эволюции вот так что можно перевести то что мы понимаем как жизнь на некий язык биопрограммирования и собственно никто нас в этом не уличить ну и множество вопросов которые показывают насколько здесь широкие неуловимые границы будет ли человек понимаемый как биоробот как киборг ты можем ли к нему мы так обратиться будет ли собака раз у нее нет разума не ты или будет ли раб понимаемый как он есть носитель жизни и сознания ты далеко не всегда и почему бог которого никто никогда не видел тоже всегда является ты в общем вот это вот ты это скорее характеризует нас а не какую-то объективной реальность и вопрос очень сложный поэтому отнесемся ли мы к искусственному интеллекту как к ты ответ зависит собственно не от искусственного интеллекта а вот нас и параметры здесь относительно все возможно вот собственно мы пришли вот по этой линейке по которому сегодня идет исследование искусственного интеллекта то есть уподавление психики к точке когда ну вполне можно себе представить носителя высшего искусственного интеллекта как иного разума и если произойдет вот это вот признание то мы должны будем просто обязательно поменять придется поменять нашу картину мира по сути дела произойдет то из-за чего происходили возникновения религии вот открытие абсолюта как я сказал привелок к возникновению религии то есть совершенно другой интерпретации мира вот что-то определенное ожидает и нас это что включает прежде всего антологию то есть понимание бытия гносеологию понимание сознание мышление и этику отношения ко всему окружающему вот три таких столпа в картине мира в общем коль скоро искусственный интеллект целокупности с его носителем подобен нам хоть и иной мы обязаны отнестись к нему как к себе наше отношение к нему начинает руководствоваться нормами долгом императивом кантовского практического разума это не вещь более а мыслящее существо именно с этого момента возникает этическое напряжение и этическая постановка вопроса вот такая вот перспектива у наших исследований искусственного интеллекта и то что сейчас звучит как гипотеза не ровен час через какое-то короткое время превратится уже и фактом так ну и эта работа уже пошла начали там создавать различные этические правила для роботов для искусственного интеллекта и конечно обратились к трем законам робототехники Азимова которая казалось бы уже формулирует ключевые эстетические нормы первое заключается правило в том что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить чтобы человеку был причинен вред очень хорошее правило второе робот должен повиноваться всем приказом который дает человек кроме тех случаев когда эти приказы противоречат первому закону и наконец третий робот должен заботиться о своей безопасности в той мере в которой это не противоречит первому и второму закону ну что ж очень таки красивые законы очень хорошо сформулировано для нас по сути дела защищают человека абсолютном смысле ну что можно назвать это этическим кодом искусственного интеллекта думаю что это иллюзия и прежде всего потому что запрограммировать на нравственные отношения нельзя этика это все таки не программирование это и есть жизнь бытие это все гораздо большее и до того как не прояснен антологический статус искусственного интеллекта все таки кто он и что такое невозможно формулировать этические нормы отношения к нему вот я так считаю и более того этические правила их вообще невозможно приписать субъекту насильно навязать подчинить им это уже будет не этика это будет какое-то рабство и искусственный интеллект как носитель разума если действительно он самостоятельный носитель разума он имеет свои права и он поверьте сам заявит о них мы их не изобретем за него и подходя так тоже можем предсказать что возможно картина мира искусственного интеллекта выглядит по другому она категоризирована иным способом чем у человека ну например она базируется на гегемонии кода то есть совершенно другие основы и в этом случае человечеству придется прислушаться и научиться понимать искусственный интеллект вот это задача которая в первую очередь стоит перед нами так что я прошел вот это вот путь антроморфический искусственный интеллект к тем последствиям которые он приводит но собственно последствия это новая эпоха человечества действительно очень-очень серьезные последствия которые потребуют перестройки ну а теперь давайте немножко с другой стороны зайдем к пониманию искусственного интеллекта и проанализируем собственно социально-этические последствия чего нам ждать к чему нам готовиться ну прежде всего вот это антропоморфный путь исследования искусственного интеллекта это только один из и я уже по сути дела всю первую лекцию посвящал тому что есть и другой путь и вообще другой ключ к пониманию искусственного интеллекта интеллекты есть искусственный есть естественный да и тут по-разному можно подходить ну и прежде всего вот я и приводил приходил к тезису что искусственный интеллект на самом деле это мы это наш интеллект почему вот такие как мы приходим к этому выводу ну во первых то что мы не только создаем искусственный интеллект а создавая его мы адаптируем к нашим задачам и потребностям и соответственно делая это мы тоже адаптируемся к искусственному интеллекту, по сути дела, подтягиваем себя к его профилю, то есть не только, чтобы он понимал, а чтобы и мы понимали его, то есть мы делаем его таким, чтобы он понимал нас, и, соответственно, мы начинаем мыслить так, как мыслить, он, во всяком случае, говорить на его языке. И вот, собственно, в течение последнего поколения мы усваиваем понятие вычислительного разума и из-под воль переходим на его язык. Мы этого даже не заметили, но на самом деле уже перешли. И вот формулируя, ставя вопрос так, получается, что искусственный интеллект – это не столько форма мышления компьютерных устройств, сколько направление трансформации нашего мышления. мы сами уже давно так мыслим. А как? Мы учимся мыслить алгоритмично, мы учимся читать быстро, мы получаем информацию серийно, управляем ею посредством потоков и каналов, мы учимся знать обо всем и не знать ничего, чтобы уметь управлять вычислительным разумом. Это все мы учимся и делаем так каждый день. Потому что наша коммуникация уже сегодня на 90% опосредуется проводами и цифровыми технологиями. То есть эта коммуникация техногенна, она синтетична, она настолько же человеческая, насколько цифровая. Назовем ее гибридная. Вот, соответственно, естественный интеллект уже сегодня вот в нашей информационной среде комбинируется с искусственным до неразличимости. И я бы это состояние назвал понятием Вернадского ноосфера. То есть пространство интеллектуальной реальности, симуляторов, пространство, созданное, существующее внутри коммуникации. Вот это и есть цифровой мир, тот истинный мир искусственного интеллекта, где он существует и где он правит балом. Ну и то, что мы не только изобрели искусственный интеллект, а уже сами перешли на него, на его парадигму, и уже давно перестраиваем свое общество, побуждает задуматься о той трансформации социальной платформы, которая происходит на наших глазах. Ну, то есть возвращаемся, вот с чего я начал, к новой цифровой эпохе и последствиям прихода искусственного интеллекта. Ну, новая эпоха, как всегда, ведет к затиранию и исчезновению старого. Я это называю разложением прежней социальной платформы институтов, вот те социальные платформы осевого времени. Что вот сегодня происходит у нас, мы наблюдаем изменения базовых фундаментальных основ общества, таких как институты рода и брака, на котором зиждется система биологического воспроизводства, институты бытовой коммуникации людей, которые образуют фактуру частной жизни, формы социальных медиа, которые отвечают за круг, идеи, образ мысли человечества, понимание гендера, устройство досуга и труда, констелляция языков, которые впервые после вавилонского смешения, то есть свободного существования, приобретают иерархическую структуру глобальных и локальных языков. Это глобализация и монетизация рынка, это цифровизация и виртуализация государства и бюрократии. То есть если мы оглянемся, самые базовые, ключевые основы нашего существования, вот этого общества и осевого времени традиционного, они очень стремительно меняются. Нам кажется, что это как бы медленно происходит, на самом деле исторически это происходит колоссально, потрясающе быстро. И уже мы можем во многих местах ставить отметки некие рубежи. Например, общество перестает быть классовым, теория Маркса больше не действует. Все из-за этих изменений. Прежняя социальная платформа всегда была эстетична и стратегично, всегда были страты в ней, которые вот пришли, привели к возникновению, выражались в сосуществовании классов. Вот по сути дела классов больше нет. Есть миллиардеры и олигархи, а вот классов больше нет. И здесь опять не буду объяснять, я уже более подробно высказывался на этот счет, я бы в основу положил теорию структуризации Гидденса. Происходит адаптация к мобильным жизненным практикам, господство средних форм, такая некая мелкозернистость социального группирования. В общем, общество становится очень мобильным, таким адаптируемым к различным изменениям. И одно из ключевых проявлений вот этого, вот этих вот изменений, структурации, это формат секты, как формы общности в информационном коммуникативном мире. Мы имеем в виду, конечно, не религиозный сект, а по сути дела модель, некую ячейку сетевого общества. Это могут быть различные группы интересов, там, кружки, школьные, там, собрания родителей, все что угодно. Даже человек, например, когда он выступает как человек платформа, как блогер, который вокруг себя объединяет там других людей. И даже если он не блогер, а просто презентует себя и существует как некий паблик в соцсети, он тоже вот самодостаточен, самодостаточен, во всяком случае является такой вот ячейкой. Ну а особенность вот этого нашего коммуникативного общества в том, что даже небольшой такой вот секте, небольшой группе людей можно достаточно легко придать самодостаточность, коммуникативную самодостаточность, где они общаются между собой, они достраивают свою картину миру самостоятельно, они не нуждаются вот этой огромной религии, там, в большой церкви. Это то, о чем говорил Андреас Реквиц, называя это обществом сингулярности. То есть общество, в котором очень все персонализовано и атомизировано, такое корпускулярное общество. Оно существует, как мы видим, но что мы замечаем? Разложение социальной платформы, как вообще говоря, ведет к безидейности и беспамятству. И с этической точки зрения очень, имеет очень такие неприятные, опасные перспективы. В чем это выражается? Ну, мы видим даже вот по большими мазками, да, падение интереса к глобальным вопросам выживания. Если вот в 20 веке какие-то были там общественные движения против ядерной войны, движения неприсоединения, там, неоколониализм и так далее. Вот сейчас вроде все вот это вот остыло. И в частности смерть левых движений, да, именно они вот будили, были такие революционные или реформаторские, именно они там чего-то хотели, выводили людей там на улице. Но сейчас это вот редкий какой-то случай. Секуляризация мышления, да, как Бог умер, да, и хоть мы там кого-то признаем, но на самом деле живем независимо от того секуляризации мышления, о которой говорил Макс Вебер. Толерантность, понятие очень важное сегодня, но за которое зачастую прячется всеядность и беспринципность. Никто за свои принципы больше не борется. Ну, и тоже как одно из следствий раскол цивилизации и конфликты между ними. То есть вот это вот размытие социальной платформы, такой коллективной, ведет к коллективной аморальности, но которая не везде одинаково, да. А, ну да, и если вот мы смотрим те вопросы, которые действительно сегодня там, за которые борются, которые считаются этическими, там, вопросы о гендере, о отношении к гомосексуализму. Вот я считаю, когда основные нравственные вопросы человечества сводятся к отношению к гомосексуализму, это уже диагноз. Это уже показатель этого морального разложения. Ну, и можно делать такой вывод, что индивидуализм привел цивилизацию к некому пределу, тупику, за которым не просматриваются новые формы социальности и этики. Нет видения будущего. А вот в противоходе, те, кто не согласен с этим, вполне могут возникать движения защиты традиционных культур, которые не принимают этой перспективы. Возникает контрреформация, как вот в эпоху реформации была контрреформация. Вот и возникает, собственно, вот эти глобальные конфликты между культурами. А на сегодня только западная культура идет в темпе этих трендов, а остальные как раз скорее готовы с этим поспорить. Ну и, соответственно, раз других глобальных угроз, кроме климата, у нас уже нет, может ли искусственный интеллект рассматриваться как глобальная угроза, подобные угрозы ядерного уничтожения, изменения климата. Вот если да, то в этом случае искусственный интеллект приобретает значение этического фактора. И действительно скажем, что как раз и как угрозе идет основной разговор, основная рефлексия. И в первую очередь всегда называется потеря рабочих мест как основная угроза. Да, до 80 миллионов, как нам прогнозируют, будет сокращено рабочих мест до 30-го года, то есть через 5-6 лет. 30 профессий исчезнут. Каждая профессия претерпит существенные изменения. Вот среди тех видов деятельности, которые будут уходить к искусственному интеллекту, это, конечно, все алгоритмизируемые виды деятельности. Но прежде всего офисные, связанные с перекладыванием бумажек, индустриальные, с робототехникой связаны. В общем, довольно много. Даже вот дворник, как мы видим, очень активно заменяется всякими там роботами. И что очень важно и нехорошо, то что по мере замены человека, человек будет терять профессиональные компетенции в тех областях, где происходят замены. Мы можем видеть это по тому, как мы умеем умножать в голове. Когда я еще учился, это был очень такой жесткий тренинг в школе и в жизни. Это надо было делать. Сейчас у нас везде есть, ну, везде вокруг калькуляторы, просто там используешь. И, собственно, многие уже и забыли, как считать столбиком. А представить, что это на серьезной области действий и знаний, на профессиональный кластер будет переводиться, это действительно такая не очень приятная перспектива. Соответственно, действительно под угрозой сегодня находится работа белых воротничков, соответственно, среднего класса, который является цементирующей опорой современного постиндустриального общества. И каждому нужно будет, перед каждым из нас будет две альтернативы. Или нужно будет знать и уметь очень много, то есть занимать позицию управления искусственным интеллектом. Будем ли мы программистами там, или какими-то менеджерами этих систем. То есть, или мы контролируем искусственный интеллект, или мы должны владеть профессиями ручного мастерства, там, где нас робот не заменит. Ну, например, повар, или, может, строитель. То есть, те древние профессии, с которых цивилизация начиналась, и которые, собственно, не очень-то и интеллектуальные. Так что, это действительно одна из таких ключевых угроз с развитием искусственного интеллекта. Но, вот эти изменения в разделении труда, это ведь, по сути дела, не этическая, а техническая проблема. И это уже происходило. Мы с вами вспомнили лудитов, станки и прочее. И эти изменения действительно неизбежны, но они не имеют этической природы. Ну, как-то мы приспособимся, найдем свое место в этой новой системе. В общем, этика находится не здесь. Этика находится там, где рождается страх. И страх далеко не только перед потерей профессии. А насколько действительно страх сопровождает искусственный интеллект? Тут очень все лобильно и меняется очень быстро. Вот исследование 2021 года университета Квинсленда Австралии и фирмы КПМГ исследовала тему доверия к искусственному интеллекту, опросила 4,5 тысячи участников в таких ведущих промышленных странах, как США, Канада, Великобритания, Германия. И получила такой результат. 28% опрошенных доверяют искусственному интеллекту положительному, то есть, по сути дела, четверть. 37%, то есть больше трети, не хотят доверять, не доверяют искусственному интеллекту. 35% воздержались от ответа. Подобные исследования были проведены и у нас в 2022 году в ЦИОМ. Результаты следующие. При том, что осведомлены об искусственном интеллекте, 87%, почти каждый уже знает, доверяют искусственному интеллекту 55%, то есть больше половины, значительно более, здесь позитивно смотрят россияне, не доверяют искусственному интеллекту примерно столько же 37%, то есть больше, более трети. Но из них 22% полагают, что развитие искусственного интеллекта приводит к деградации населения, ну и в общем это не беспочвенные опасения. Ну и ясно, что чем более искусственный интеллект будет выступать как угроза и фактор ограничения нашей свободы, тем более выраженный субъективно будет отношение к искусственному интеллекту, тем более мы и будем относиться к нему как к ты, как к некому субъекту. И когда вот ты наталкиваешься на какое-то препятствие, которое не можешь обойти, который определяет в какой-то степени твою жизнь, то это произойдет. Вот сегодня даже, например, скорит кредитного рейтинга. Вы там готовите, очень долго заносите данные в анкету банка, ищите кредит, да, и он в течение 10 секунд вам отвечает жестко нет. Если он один ответил, то будьте уверены, что все ответят то же самое. Вот работа искусственного интеллекта в действии. И, конечно, когда юриспруденция, что тоже обещает, будет переходить на эти технологии, то есть будут приниматься решения судом, так безымянно, беспристрастно и безаперационно, то будет происходить вот тот самый столкновение с искусственным интеллектом как субъектом и существом. Но, собственно, сегодня больше обсуждается другой тип этических проблем, связанных с искусственным интеллектом. Это его использование во зло самим человеком, то есть злоупотребление. И, конечно, да, это тоже этическая проблема, но это этическая проблема уже наша внутренняя, которая перетекает во многом в техническую проблему регулирования. И, конечно, вот это вот, эти злоупотребления, они тоже очень сильно и изменят, и уже сегодня меняют нашу жизнь. Это происходит на очень многих направлениях, мы с вами каждый день являемся свидетелями. Ну, недаром некий эксперт искусственного интеллекта нередко называют его бредогенератором, ну, конечно, вот этот GPT-чат, да, бредогенератор, который нам обещает массовую фальсификацию всего. Вот дело в том, что тест Юринга, который был когда-то рубежом, да, он уже искусственным интеллектом действительно пройден. И сегодня невозможно отличить искусственный интеллект от человеческой коммуникации. То есть это надо признать все. Здесь никакими там манипуляциями в скором времени не обойдешься. Второе, конечно, злоупотребление, использование и для обхода, и обмана. И здесь нас ждут различные подделки документов, фактов, подмены событий, вот фальшивые дипломы, диссертации, огромный поток такой левой информации в СМИ и так далее. Ну, вот мы с вами уже столкнулись с дипломами, да. По некоторым оценкам, сама литература об искусственном интеллекте, она сейчас, конечно, там зашкаливает, дает рекорды. Уже на 25% создается самим же искусственным интеллектом. Вот, в общем, это все нам предстоит в образовании в первую очередь с этим столкнуться и научиться отличать будет не так-то просто. Массированное порождение фейков, троллей, ботов. И ключевое слово массированное, когда, ну да, в одиночку можно там этого отличить, но когда это потоки, то ты уже становишься просто беспомощный. А они очень действенные, очень мощные. В частности, такие вот опасные для человека, как буллинг, да, то есть крипто-средства, кибер-средства в кибер-пространстве, унижение человеческого достоинства, вплоть до доведения до самоубийства. Искусственный интеллект уже может это, уже есть случай. Вот, или, конечно, распространение еще более широкого телефонного мошенничества. Если сейчас уже это такой сыпется, как вал, то искусственный интеллект, он все может умножать на тысячу или на десять тысяч. Да, вот сама массированность перед ней мы тоже можем оказаться бесполезной. В общем, это то, о чем я уже сказал. Общество-симулякры, то есть реальность, порожденная коммуникацией. И вот в этой реальности искусственный интеллект даст нам большую фору. Он может там порождать, просто безумно генерировать всякую чепуху. И поскольку вот в этом мы не можем жить в другом обществе, да, мы не можем отказаться от цивилизации, там, уйти в шалаше, мы уже будем в нем жить, и мы, ну, просто придется к этому как-то адаптироваться. И то, к чему придется адаптироваться, можно назвать общество без правды. С правдой и так было всегда тяжело, да, истина писалась с большой буквы, как нечто недостижимое. Но все-таки мы могли худо-бедно отличить одно от другого. Вот сейчас это будет на порядок тяжелее. То, что мы будем иметь, это, как я назвал, гибридная реальность. И все порождаемое в ней будет гибридно. Гибридные войны политики. То есть это общество без однозначности, где всегда можно будет на один факт противопоставить другой факт, на одно утверждение другое. И вот эти вот гибридные войны в политике, мы с вами тоже уже живые свидетели, к сожалению, прямо участники. Когда вмешательства, выборы в США, одни говорят вмешивались, другие не вмешивались. Убийство в Солсбери, одни говорят в высокой степени вероятно, другие там нет. И практически вот это вот и привело нас к тому, что мы имеем гибридные войны, где нет больше правды. Невозможно что-то обосновать, кто взорвал самолет. Одни говорят одно, другие там другое. И все, нету здесь никакого возможности найти единое решение. В общем, вот то креативное общество, о котором мы с вами говорим, в котором много креатива и много возможностей, его другое, другое обличие, общество Остапа Бендера. Сможем ли мы жить в этом обществе? Обществе бесправды, обществе лукавства, обществе вот этого вот бесконечной генерации смыслов? Не знаю. И одна из угроз – реакция к контрреволюции простых людей. То есть кому-то это очень не понравится. Кто-то от этого далек, простой мужик, скажем так, он ведь может и поднять на вилы. В общем, вот такие угрозы с злоупотреблением искусственного интеллекта связаны с его творческими способностями. Но есть и более грозные способности, именно которые обращены на ущербы, на вред. Но вообще это генерация бреда, выраженная, скажем, в вирусных атаках. Искусственный интеллект в этом будет гораздо мощнее, чем то, что мы имеем сегодня. Это там какие-нибудь ДДОС-атаки, способность это все организовать. В общем, в фантастических фильмах мы уже видели, как это может выглядеть. Это вообще киберпреступность. И здесь опять искусственный интеллект поднимет это на более высокую ступень. И еще раз массированность. То есть полный завал вот этим количественным потоком. Есть ли защита от такого ущерба? Ну, вот это и есть проявление иного. Иного разума. Собака может быть другом, но может быть и убийцей. Вот так искусственный интеллект проявит себя и заставит себя уважать. Еще одна линия угроз искусственный интеллект военных технологий. Это тоже похуже, чем бред. Это уже умение убивать умно, безошибочно. И мы с вами тоже свидетельство, свидетель того, как это происходит. И можем уже легко себе представить войну дронов. Войну, которая ведется без участия человека. Дроны, которые сами определяют цели, стреляют. И представление о такой войне тоже ужасно. Военные технологии, которые всегда, любую технологию, обладевали и превращали ее в страшилище. Здесь, конечно, тоже нам подготовят еще много неприятных сюрпризов. Дальше угроза уже ближе к нам. Сбор, а затем утечка персональных данных. Да, мы сегодня тоже каждый день сталкиваемся. И то, что нам звонят вот эти все телефонные мошенничества, это все уже тоже дела искусственного интеллекта. Везде приходится оставлять свои данные. Он их везде собирает, компонует и использует. Вернее, человек использует уже в своих зловредных целях. В общем, это да, угроза особой опасности и мощности. Вот. Ну и, конечно, все это конфигурируется, концентрируется в контроле над личностью. Те страхи, которые больше всего беспокоят либералов, но они действительно реальны. У нас уже есть примеры, как это все делается. То есть, каждый наш шаг будет известен. И то эпоха тоталитаризма, о которой мы вспоминаем, сталинизм и так далее, ну, это будет просто эпоха свободы с этой точки зрения. Вот. Наконец, могут и ну, есть и такие опасения, что искусственный интеллект обернется некой пустышкой. Сейчас хайп, какой-то пузырь, ну, который проходит одну и ту же, один и тот же сценарий, потом разочарование, и потом какие-то узкие практические применения. Вот, в общем, это уже даже не угроза, а какой-то, скорее, даже позитивный путь, если так будет, то, наверное, все бы вздохнули с облегчениями. Но я думаю, что будет по более серьезным сценариям. Вот, собственно, мы прошли те болевые моменты, которые формируют новую этику в 21 веке, этику ответственности и безответственности. И хотел бы вернуться, что, на мой взгляд, в 20 веке, после той катастрофы осевого времени, которую можно считать этической катастрофой, да, связанной, прежде всего, с нацизмом, Второй мировой войной произошло и пробуждение коллективного этического создания. И во второй половине прошлого века мы видели с вами какие-то движения, какую-то рефлексию, то есть чувствительное этическое сознание. когда мир раскололся надвое, осознал ужас угрозы самоуничтожения и холодная война, противостояние между социальными системами, осмысление угрозы ядерного коллапса, оружие массового уничтожения вообще, осознание хрупкости планеты и природы, рефлексия по поводу кровопролитного военного угара истории, выстраивание демократического консенсуса в обществе, гармонизация прав меньшинств, но вот это все уже как какой-то золотой век этического сознания, проявление чуткости, вот это все уходит. Сегодня, на мой взгляд, под сомнение не только наша возможность решать такие вопросы, мы к ним охладели, но и наша способность их ставить. и обращу ваше внимание, наверное, каждый видел существующие часы судного дня. Сегодня до ядерной войны осталось 90 символических секунд. То есть, вот эта вот хладнокровная игра нервами, да, это показывает о том, насколько оскудело, насколько хладнокровным стало человечество, а на самом деле за этим кроется некая аморальная сторона, просто отсутствие уже чуткости к моральным вопросам. В общем, аномия нравственно-этического сознания одно из важных следствий приходящей цифровой эпохи, внедряющей логику вычислительного разума, размывающей традиционную социальную платформу, выравнивающую социальные страты и группы в плоскостном сетевом обществе структурации. Вот в этом я и вижу основные наши угрозы, то, что нас ждет в ближайшем будущем. Ну, и я уже называл имя Ханса Йонаса, человека, который провозгласил эту этику, этику ответственности, его книга так и называется, и обратил внимание, что нельзя больше ставить на мораль единственного какого-то человека, а нужно менять социальную этику всего общества. И время ставит вопрос о нашей общей ответственности перед последующими поколениями, перед человечеством. главным вопросом социальной ответственности это сохранение общества, культуры, человечества и природы должен добавиться вопрос об отношении к искусственному интеллекту, как к новой и технологической среде, в которой предстоит жить человечеству. Ну, вот, на такой оптимистической ноте я бы хотел сегодня закончить. вот, если вам интересен этот строй мысли, вот, на основе своих лекций я подготовил такую книжицу-брошюрку «Может ли искусственный интеллект мыслить?» Вот, она будет в ближайшее время доступна. Вот, ну, а последнюю цитату, опять же, хотел бы взять у Ханца Йонаса. «Нам больше всего нужна мудрость, когда мы меньше всего в нее верим». Надеюсь, что мы ее найдем. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Вот, немножко было длинно, но, тем не менее. Так, ну, теперь к вопросам. Вопросов нет. Ну, что ж, надеюсь, что глобальностью тех вопросов, которые я поставил, задам вам импульс, и вопросы будут рождаться у вас. Сложно, но очень интересно. Ну, рад, что очень интересно, да, это все-таки философские дискурсы, если вы пришли ко мне, значит, вы сложно понимать. Еще раз всем хорошего учебного года, хорошего дня, оптимистического настроения, всего доброго. И тихо. Тихо. Продолжение следует...